Доброго времени суток, дамы и господа, с вами на связи Леонид Юнисин. 22 мая 2018 года, вторник. Я продолжаю свой видеообзор по волнам Эллиота, ценовых данных на рынке валют. По основной валютной паре цена просто отбилась от вот этих предыдущих минимумов. То есть, смотрите, их достаточно много, тут сильная, скажем так, линия поддержки для цены. И интересную конструкцию она сейчас создала. Конечно, я по-прежнему ожидаю движения к уровню 1.16, но как бы пыл у продавцов немного поутих. Я, в принципе, ожидаю пробоя в уровне 1.17. У меня сейчас отложка на продажу на уровне даже 1.17.5, но если мы пробьем 1.17 и закрепимся ниже, то я думаю, дорога будет открыта к уровню 1.16. Мне кажется, пятая волна вот среднего порядка, вот этого порядка, она еще не закончена. То есть, сказать, что она вот закончилась на уровне 1.17, ну, мне кажется, как не смотрится этот уровень, как в качестве окончания вот пятой волны. И поэтому я думаю, что пятая волна дойдет минимум до уровня 1.16. Ну, если подытожить, то по-прежнему ожидаю вот отработку, вот прежней цели, которую я озвучил вчера. По фунту я также ожидаю пробой уровня 1.34 еще один раз и движение к уровням 1.33.5 и 1.33 для начала, но потом и ниже. Тут даже можно дойти до уровня 1.3, то есть, как цель для окончания пятой волны. По австралийцу вот как будто в воду глядел, мы пошли резко вверх и здесь удалось мне заработать. Я закрыл свою покупку здесь, но не обязательно, что у нас как бы остановится на уровне 0.76, она может быть и выше, то есть, окончание четвертой волны может быть и дальше. Но, в принципе, здесь ожидать покупок я пока не буду уже. Я тут буду пока какое-то время вне рынка. Так буду ожидать начала построения пятой волны. По новозеландцу мы тоже пошли вверх. И я думаю, что это предполагаемая четвертая волна. Я выставил отложку на продажу на уровне 0.69.5. Близко к текущей цене я ожидаю пробоя этого уровня, потом и пробой уровня 0.69 и движение к уровню 0.68. По японской иене у меня покупка. Я ожидаю движение к уровням 111.5-112. И, как я говорил, есть и более смелый вариант до уровня 114. По франку цена находится, в принципе, на распутье. Тут просто возможно уже начало коррекции из текущих, либо же еще одна волна вверх. Тогда нужно будет вот эти волны пересмотреть. Но, в принципе, это не проблема. Я, в принципе, выставил отложки в обе стороны и ожидаю, как бы, начало того или иного варианта. Для покупок я вижу смысл после пробития уровня единицы. Для продаж после пробития уровня 0.99.4. По канадцу, мы вчера, канады вчера укрепился по отношению к доллару, мы пошли вниз. Но это вписывается в рамках предполагаемой волны 2. Видите, я тут уже поменял, более понятно, как я вижу данную ситуацию. Волна 2, волну 2 можно здесь окончить, в принципе, из текущих уже пойти вверх. А можем пойти еще ниже, допустим, примерно до уровня 1.27, а потом уже пойти вверх. Как цена, цени заблагорассудится пойти, увидим в ближайшее время. По евро к фунту я вот ожидаю, мне кажется, этот вариант может быть рабочим, что-то 1.2 и будет третья волна. Но для того, чтобы он стал рабочим, нам нужно пробить уровень 0.88, закрепиться выше. А еще лучше пробить уровень 0.88.5. И тогда у нас откроется дорога к уровням 0.89, 0.89.5 и даже 0.90. По фунту японской иене мы не пошли вверх, к сожалению, мы дошли, хотя мы дошли до уровня 150, но вчерашняя цель была 151. Цели по-прежнему 151, 152, но сейчас по рынку я не решился зайти, может быть, что-то здесь другое строится. Я просто выставил отложку на покупку близко к уровню 150. По фунту к франку продажа моя устояла, но мы дальше не пошли. То есть я ожидаю пробоя уровня 1.33.5, движение к уровню 1.33 и даже к уровню 1.32.8. Примерно вот так. Вот это пятая мелкая волна, вот ее внутренняя структура вызывает некоторые вопросы. Посмотрим. По евро к японской иене по-прежнему ожидаю пробоя уровня 131 и движение к уровню 132. К слову, вчера был пробой уровня 131, но мы не пошли выше. Ожидаю вот это движение сегодня. По евро к франку ничего здесь я не изменил. По-прежнему отложка на продажу на уровне 1.17, цели 1.16.5, 1.16. Но возможно, что я выставлю отложку на покупку на уровне 1.18, цель будет 1.19, да, скорее всего. Примерно здесь я думаю, что может закончиться предполагаемая волна B. И по австралийцу к японской иене мы пробили уровень 84, даже закрепились выше. Ожидаю пробоя уровня 84,5 и движение к уровню 85, а может быть даже и выше, где-то 85,3, 85,5. На этом у меня все, дамы и господа. Желаю вам попутного тренда, жирнопробитов и тощих лосей. До скорой встречи в эфире. Пока-пока. Редактор субтитров.